Гленн Скофилд — главный ксеноморф игровой индустрии. Надежда всех любителей сурвайвл-хорроров, всяких мерзостей, кровищей, расчленёнки и всего вот этого вот. Занимается Дэдспейсом своей мечты под названием «Протокол Каллиста». Делитесь со всякими ненормальными людьми этим видосом и погнали! Но сначала, чтобы всё было понятно, расскажем, кто такой ваш этот Скофилд. А он человек культуры, между прочим, а точнее искусства. Гленн с детства увлёкся научной фантастикой и уже тогда рисовал всякую инопланетную дичь. Закончил институт Прата. Стань пидором! Стань пидором, мачо! И больше никаких проблем! Работал журнальным и рекламным иллюстратором на Манхайтене и дошёл-таки до разработки игр. Вот, кстати, пример его работы. Гляньте, какая крипота! Тем не менее, первым опытом в игровой индустрии нашего маньяка-художника была игра про куклу Барби. Но самое главное! Скофилд основал компанию Sledgehammer Games и 10 лет делал Call of Duty. И очень устал от этого. И пошёл такой просто рисовать всякое. Вот енот, например. Ну а дальше вы всё знаете. Electronic Arts, Dead Space, Dantes Inferno. Короче. Уже в 2019-м, когда все спейсы уже dead, Скофилд ушёл в творческий отпуск. Но космос-то его не отпустил. Приехал он в город Туссон, штат Аризона. А чилил такой в пустыне, рисовал природку. И вроде нас всех было бы обманул. Но! В пустыне этой находится национальная обсерватория Кит-Пик. Которая собирает данные об астероидах Солнечной системы. В том числе потенциально опасных для Земли. Вот рука Скофилд то рисовала, рисовала. И как-то само собой начала писать сценарий новой игры. Так появилась Meteor Down. По сюжету в пустыне, на тюрьму, падает метеорит с заражённым вирусом инопланетным телом. Ну и понеслась. Все заболели, стали монстрами. И началась... Садамия! Давайте все вместе! Дописал, короче, Глент сценарий. Замутил презентацию. И пошёл искать издатель. Но горький опыт в Electronic Arts и Activision напомнил нашему художнику, что в больших студиях творческой свободы не получишь. И тут возник Ган Сок Ким, директор корейской компании Крафтон. Это та, которая пубгом владеет. Так вот, Ган Сок Ким искал мужичка для открытия студии в США. В итоге Скофилд получил творческую свободу, а Ган — потенциально успешное вложение денег. Заручившись также поддержкой Стива Папутсиса, бывшего вице-президента Уиссерл Геймс. В общем, Глент собрал команду своих пацанов. Так появилась студия «Поражающая дистанция». И началась работа над их, по их же словам, самой страшной игрой в истории. Всё началось с подготовки и поиска вдохновения. Ребята пересмотрели кучу хоррор-фильмов, особенно «Выделяя нечто», «Сквозь горизонт», «Поезд в Пусан», «Звонок», «Проклятие», «Мученицы», один из любимых фильмов Скофилда, кстати. Ну и другие хорроры корейского, а также французского происхождения. Помимо кино, разработчики много месяцев изучали жестокие фотографии из реальной жизни. Архивы полиции с изображениями жертв, выясняли, как гниют разные раны. В общем, весело время проводили. От сюжета с пустыней отказались, и теперь действия разворачиваются на одном из четырёх спутников Юпитера, который называется... Кстати, та самая Луна Юпитера была отмечена НАСА как потенциальное место для освоения, а первые люди, если всё пойдёт хорошо, могут отправиться сюда примерно к 40-м годам. Ну, после того, как с Марсом разберутся, наверное. А вот в мире игры в 2320 году люди уже вовсю шарятся по космическим просторам. Один из таких шарящих — наш главный герой Джейкоб. Ну, вы поняли, да? Айзек — это Исаак, а Джейкоб — это типа Яков. Это библейская история. Так вот, Джейкоб Яков — дальнобойщик. В смысле водитель транспортного корабля. Совершает вынужденную посадку на Калиста. После чего его сажают в местную тюрьму Black Iron. Ну, и спустя какое-то время понеслась. Трупы, заражения, разрушения и толпы биофагов. Кстати, о последних. Местных мутантов обещают около 10 видов, и как минимум две интересные механики. Первую сотрудники назвали инженерией ужасов. Она отвечает за разнообразие ситуаций, в которых вам должно стать страшно. Вторая система отвечает за жестокость и расчленение. Она потребовала целого отдела в студии и двух лет трудов. Это, по сути, анатомически точная разделка монстров. Как у них отрываются ноги, руки, клешни, щупальца и прочие части тела. Все движения монстров записаны с помощью захвата движения настоящими актерами. Но вроде никому руку или ногу не отрывали. А вот справляться со всей этой ходячей и прекрасной мерзостью нам, помимо разного огнестрела, будет помогать дубинка Шокер, изъятая у тюремщиков, ГРП, также любезно предоставленная охраной и, конечно, старая добрая топтышка. С дубинкой и ножкой все понятно, а вот ГРП это нам вместо стазиса из Dead Space. Устройство может поднимать врагов в воздух, притягивать или швырять их во всякие там лопасти вентиляторов, печи и прочие умертвляющие прекрасные устройства. Так что нашему герою будет чем заняться. Кстати, само собой, Зэк-дальнобойщик не единственный персонаж в игре. Все будут преследовать свои цели, что логично. Будут даже известные актеры, например, Карен Фукухара, а знакомая по отряду самоубийц и Кимико из пацанов. Но, думаю, большую часть времени мы все же будем блуждать в одиночестве. Хоррор все-таки. А чтобы все было еще страшнее и необычнее, элементы окружения и гнетущей атмосферы помогал выстраивать и видоизменять искусственный интеллект. Например, двери или стулья выглядят тут совсем не так, как мы привыкли. Как объяснил Скофилд в интервью какому-то там обоссанному журналу, реализм помогает научной фантастике, в которую люди часто не верят. А что еще важно для качественного хоррора и атмосферы? Правильно, звук. Разработчики использовали около 200 тысяч отдельных звуков. Но это они так говорят. Поверим и потом проверим. Все-таки звуковое оформление в Dead Space было одним из лучших в свое время. Про сюжет известно не очень много, но это скорее хорошо. На прохождение у нас уйдет от 10 до 22 часов. В игре будут второстепенные сюжетные линии, тайны и так далее, которые помогут больше разобраться во всем происходящем. Кроме того, обещают высокую реиграбельность. Вкратце это, в общем-то, наверное, и все, что хотелось бы сказать об игре, да и в целом все, что известно. Нам остается только ждать и надеяться, что все пойдет по плану. Хотя сомнений почти нет. Согласно мифам, забеременевшая от Зевса Каллиста была превращена Артемидой в медведицу. После чего ее чуть не убил собственный сын. И, чтобы защитить несчастную, Зевс отправил ее на небеса, где мы смотрим на нее до сих пор в виде созвездия Большой Медведицы. Субтитры создавал DimaTorzok